Первое место, он здесь уже, я так понимаю, был, Антон Мещенков. Медали, сертификаты и подарки. Астраханских киберспортсменов поздравляют так же, как на спортивной арене. Разница между спортсменами в реальном и виртуальном мире небольшая. Все те же регулярные тренировки, капитаны и тренеры в команде. Просчитывать нужно каждый ход, чтобы выиграть. Россия стала первой страной в мире, где киберспорт признали официальным видом спорта. Мы все понимаем, что в глобальный век информатизации, компьютеризации, цифровизации и все другие слова на «и». Конечно, без него никуда. Благодаря ему в федерации киберспорта, конечно, отбираются лучшие ребята, которые потом дальше подвигаются в этой отрасли. И мне здесь очень приятно, что федерация сама по себе очень самобытная, молодая, лидирующая позиция Российской Федерации занимает. Сейчас киберспорт в Астраханской области выводят на новый уровень более сотни человек. Астраханская область попадает в тройку лидеров по России. В регионе участвует в турнирах по четырем основным направлениям. Наши киберспортсмены хорошо и активно участвуют по дисциплине CSGO, Dota 2, танки неплохо, на локальном уровне футбол у нас неплохо. Когда я начинал этим заниматься, первый мой турнир был в 2011 году. Это были плохие компьютеры и условия. Но Илья старался, он улучшал условия. И сейчас они, в принципе, как... Ну, когда играешь, ты чувствуешь себя как дома. Турниры проводят в команде. Перед каждым прайки. Подготовка к игре и отработка тактики. Вкладывать киберспорт деньги не нужно. Здесь акцент не на прокаченные снаряды или цифровых героев, а на умение правильно применять доступные навыки. В киберспортивных играх нет. Все зависит от твоего опыта игры. То есть, тут нету такого, как задонать его выиграл. Если для спортсмена важны регулярные тренировки, то здесь один из важных элементов – качественный интернет. С этим пунктом справляется оператор связи Реал. Мы давно уже сотрудничаем с крупной сетью компьютерных клубов и предоставляем им высокоскоростной интернет, чтобы, собственно, игроки, которые там находятся, не испытывали нужды с перебоями интернета, с медленной скоростью этого самого интернета. Поэтому мы стараемся, чтобы ничего не отвлекало их, собственно, от самой игры. Сегодня в региональном министерстве спорта награждают лучших киберспортсменов. У этого вида спорта есть и призовой фонд. Так, 30 тысяч рублей распределены между тремя командами. Два года назад Международный олимпийский комитет тоже признали киберспорт на официальном уровне. И с 2024 года его внесут в список олимпийских игр. У астраханских спортсменов еще есть время на подготовку. Анастасия Лонькина, Тимофей Кухарчук, Центр новостей.